Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика» в студии Вадим Пачема. Сегодня в выпуске. Горит научная библиотека. Правда без дыма и огня. Служба пожаротушения Чувашии провела учение. Непутевые заметки. В деревне Тегешево начали строить дорогу, однако дальше разрытой траншеей дело не пошло. Экономика и экология. Как развивать производство, чтобы не пришлось спасать планету? Она вроде как есть, но ее как бы нет. Дорога в деревне Тегешево Урмарского района. Новое щебеночное покрытие здесь должно появиться до конца года. Но местные жители не спешат прятать резиновые сапоги. Почему, выясняли наши корреспонденты. Здесь впору снимать фильмы про войну. Вырытые траншеи, размытый песок, грязь, лужи. Но киношники сюда просто не доедут. Застрянут. Это, конечно, не съемочная группа, а местные жители. И выталкивать машину им не впервой. На помощь приходят все соседи. Вот она, взаимовыручка по Урмарске. Найти дорогу там, где ее нет, задача непростая. Но у Тегешевца нашли выход. Машина отсюда едет, по работе. Вот отсюда едет. Прямо возле дома, возле отсюда. В июне организация Дорсулу-5 выиграла аукцион на строительство трех щебеночных дорог в этой деревне. И даже начала выполнять работы. Техника приехала, разрыла землю и уехала. И здесь люди каждый день сейчас мучаются. Не может ни скорой помощи приехать, не может ни пожарной машины. Если вдруг что случится, приехать. И ни стройматериал не могут завести люди. Вот я сейчас машину оставил там наверху. Километр сейчас пешком пришел домой. Вот с лопатными, вот сапогами. Тут без сапогов никак. Резиновые сапоги здесь действительно в цене. В этих условиях они вездеходы. С подрядчиком связывался. Звонили каждый день. А руководители, в свою очередь, вообще не берут трубку. Ну, за весь период работы, вот 7 июня, я ее вообще не видел. Пару раз по телефону разговаривал и все. Нашей съемочной группе дозвониться до подрядчика удалось. До середины декабря у нас ориентировочный срок окончания работы по сельскому поселению Тегешу. После завершения работы по поселению Салдубаева мы переходим на Тегешевское сельское поселение. По поводу размытого списка и основания. Данные расходы являются затратами подрядчика. То есть оно будет приведено в надлежащее состояние. И размеры дорожной одежды будут соблюдены по контракту. То, что потеряно, это наши убытки. День Икс 7 декабря. Именно к этому сроку дороги должны быть сделаны. Если этого не произойдет, то подрядчика ждут санкции и расторжение договора. Ну, а пока на Тегешевских улицах тишина. И стоит только игрушечная техника. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. 110-летие сегодня отметила школа деревни Яныши, что в Чебоксарском районе. Поздравить педагогический коллектив и учеников приехали выпускники разных лет. Два года назад здесь открылось новое здание, которое сразу получило статус ресурсного центра муниципалитета. Об истории и перспективах одной из старейших школ Чувашии в сюжете Дмитрия Ковалева. Архивный снимок вековой давности. За более чем 100 лет Янышская школа сменила три адреса. Долгожданное новоселье ученики и преподаватели отметили в 2015 году. Сейчас это не просто школа, а инновационный центр. В связи с юбилеем, силами детей мы подготовили много поздравлений и материалов о родной школе. Все это на интерактивном экране. О таком и не мечтали, вспоминает Михаил Игнатьев, глава республики, выпускник Янышской школы. Поэтому я рад вместе с вами вспомнить историю. Мы уважительно относились к истории и относимся. Те традиции, которые сложились, и та образовательная деятельность, которая проводится на территории Российской Федерации, и наш национальный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, все делать для того, чтобы наши детишки, получая хорошее современное образование, могли развиваться и могли подготавливать себя к самореализации в этой жизни. Ученикам этой школы могут позавидовать и многие городские дети. Интерактивные классы, тренажерный зал, два бассейна, уличная спортзона. Многие ребята сюда приезжают и по вечерам на тренировки. Тут больше условий для занятия физическим спортом, так как есть бассейн и, собственно, фок, где есть разные секции. Это легкоатлетическая, теннисная и так далее. У нас все условия для учебы и для спортивной жизни. Мы хорошо учимся, стараемся учиться. У нас сейчас скорые экзамены, мы каждую неделю, каждый день почти готовимся на консультации. Недавно начали робототехникой заниматься. У нас младшие классники в основном интересуются этим. А вот так ребята изучают историю страны. В этом зале представлены представители Древней Руси, Великого Московского, Московского княжества, Русского царства, Российской империи и Великие князья, цари, императоры. Теперь мы можем, вочью можем увидеть их в аналогическом порядке, представить их визуально. Частые гости школы – преподаватели вузов. Они проводят мастер-классы, к примеру, обучают игре на музыкальных инструментах. Можешь немножко на человеческую скрипку, да? Смотрите, у нее головка есть, у нее есть шейка, у нее есть плечики и даже талия. Вот, посмотрите, на скрипке четыре струны. Говорят, что скрипка поет, как голос человеческий. Вузы республики уверяют ректора, а ученики школы поступают уверенно. То, что я сегодня увидел, это не только замечательная материально-техническая, учебно-лабораторная база, но это то, что с точки зрения логистики образования сделано очень удачно, на мой взгляд. Я очень благодарна школе за начало моего пути, особенно учитывая то, что оно продолжилось в научном пути, в научную карьеру. И сейчас я работаю в Федеральном государственном учреждении ФМБА России, в государственном научном центре имени Бурназиана. Новая школа была возведена в нужное время и в нужном месте, отмечают преподаватели. Сейчас здесь обучаются дети из 16 окрестных деревень и 40 дошкалят. Все условия есть для развития детей. И условия для работы учителей. И компьютеры, интернет. Все есть. Мы развиваем в детях самостоятельность. И это сказывается на детях. Они самостоятельно стараются добывать знания. То, что я пришла в старое здание в 1990 году, это здесь мы в сказке находимся. Там у нас один коридор большой и кабинеты. Столовая в отдельном здании. А младшеклассники учили в другом, еще совсем старом здании. Перед учителями глава региона поставил задачу войти в топ-500 лучших учебных заведений страны. За дел создан Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Промышленность порой развивается стремительными темпами. И за этим движением многие забывают об охране окружающей среды. Как быть успешным и при этом не забыть про экологию, говорили в Чувашском государственном университете. Там прошла Международная научно-практическая конференция «Экономика и экология. Тренды, проблемы, решения». Основные темы, которые обсуждали на конференции в нашем репортаже. В эпоху урбанизации и реиндустриализации нужны новые решения в области охраны окружающей среды. Но здесь препятствием становится отсутствие должной нормативной базы. И если кто-то из ученых найдет способ совместить развитие экономики с природоохранной деятельностью, тот получит две Нобелевские премии. Шутит профессор Уральского отделения Российской академии наук Радимир Берсенев. Главное все-таки действительно увязывать все природоохранные мероприятия с проблемами непосредственно предприятий, так, чтобы и их финансово-экономически показательные предприятия не страдали. И в то же время предприятия все-таки бы больше уделяли внимание разного рода природоохранным мероприятиям в масштабах своей деятельности. Состояние окружающей среды напрямую связано с производственным циклом предприятий. Особенно если производство находится в центре города, к примеру, как у электротехнического кластера. В планах правительства создание химического кластера. Поэтому задуматься есть над чем. Конечно, самое простое, по словам главы города Евгения Кадышева, развивать экономику, оставив экологию на потом. Но в столице такой вариант неприемлем. Соединить экологию с экономикой пока до конца не удавалось. Сейчас происходит попытка, когда наши ученые, именно экономисты, пытаются определить условия прохождения процессов экологии, эффективность экологии. Это тоже надо думать, это надо считать. И с этой точки зрения я хочу сказать, что некоторые уже прорывы и успехи есть. Одно из возможных решений для улучшения экологической обстановки Волги – создание эффективной системы очистки ливневых стоков. На сегодняшний день у нас город, именно рельеф города такой, что в Волгу на территории города вытекает несколько малых рек. Это Трусиха, Чебоксарка, Кайбулка, Кукшунка, Кувшинка. Значит, понятно, что все ливневые стоки, дождевые стоки, они попадают в эти реки, и потом все это плавно вытекает в реку Волга. В принципе, для того, чтобы прекратить эти сбросы без очистки, нужно какие-то очистные сооружения построить, чтобы все эти вредные вещества, они на этих очистных отстаивались и потом, соответственно, утилизировались. Понятно, что мероприятия дорогие, но мы понимаем, прежде всего, значит, важное значение имеет экологическая обстановка, здоровье людей. Поэтому будем всеми возможными способами изыскывать средства. Говорили на конференции о возобновляемой энергетике и зеленых инициативах. В России уходящий год стал годом экологии. Волонтеры выходят на субботники, наводят порядок на территории города, сажают новые леса в Заволжье. На такой высокоурбанизированной территории, как Чуваша, есть прорывные экологические решения, отмечают участники конференции. Аспектов достаточно много, и то, что мы уже успели обсудить, самый ключевой аспект, насколько соотносятся, скажем, планы по реиндустриализации с угрозой окружающей среде, что необходимо для этого предпринять, и, как возможный тренд, увидеть себя внутри зеленой экономики, когда вы не просто берете какие-то традиционные отрасли экономики и думаете, как минимизировать их вред, а подходите уже совсем по-другому, то есть из минусов в плюсы. То есть превращаете, например, те же самые отходы в источник сырья, или отстраиваете такие длинные технологические цепочки, чтобы это было эффективно на уровне муниципальном, на уровне республиканском, и позволило бы правильно организовывать пространственные решения. Участники конференции обсудили разработки в области экологической безопасности, подробно остановились на проблемах, которые испытывают такие же российские города, полумиллионники, как и Чебоксары. Важно подключить к решению вопросов и предпринимательское сообщество. Социальную ответственность в сфере защиты окружающей среды никто не отменял. Мы хотим, чтобы и практическая сфера, сфера защиты нашей природы получила какие-то предложения, рекомендации, которые применимы в работе органов водно-хранительных, да и, по большому счету, экологического просвещения наших граждан, в том числе и молодежи и студентов. Поэтому цели конференции, они очень многоаспектные. Здесь нужна совместная работа ученых, промышленников, представителей малого бизнеса, чтобы в будущем не пришлось думать над тем, как восстанавливать природу от негативного воздействия. Сегодня в Чебоксарах собрались главные врачи онкологических центров Приворского федерального округа. Тема координационного совещания – непрерывное медицинское образование. Нет ничего важнее человеческой жизни. Врачи-онкологи, как никто другие, это понимают. Именно здесь медицинская статистика чаще всего отмечает высокую смертность. Но современное здравоохранение не стоит на месте. Онкология, как одно из важных направлений отрасли, постоянно находится под контролем государства. Поднять ее развитие на новый уровень, добиться снижения печальных показателей – такую задачу ставит президент страны перед Министерством здравоохранения. В Чувашии уже можно говорить о первых положительных результатах. За последние пять лет в республике впервые снизилась смертность населения от новообразований. За текущий год на семь процентов. По показателям, если смотреть по онкологии, нам удалось снизить заболеваемость. Нам удалось повысить выявляемость на 55 процентов. Поэтому построили хирургический корпус, который сегодня нам позволяет говорить о том, что все больше и больше высокотехнологических операций проводится именно на территории Чувашской республики. В республиканском онкологическом диспансере развивается телемедицина. Она дает возможность прямо из операционной наладить связь со столичными светилами, чтобы получить нужную консультацию. Это позволяет сэкономить и время, и средства на обучение онкологов. Учеба таких специалистов должна идти постоянно, параллельно с новыми методиками, внедряемыми в практику. Онкологов не хватает. Это подтверждают все участники координационного совещания. Но и отправить на обучение врача обычной районной больницы очень сложно, потому что заменить его некем. Здесь как раз выручают дистанционное обучение. В Чуваше эта система уже успешно работает. Ваша модель управления, она, кстати, является во многом инновационной онкослужбой. И то, что мы сегодня пообщались с вашим министром и с главным врачом, говорит о том, что данная модель будет развиваться. Система централизации оказания онкологической помощи не только на базе диспансера, но и на уровне центральных районных больниц, уже с вовлечением первичных онкологических кабинетов в структуру онкодиспансера. Это достаточно серьезный организационный момент. Ваш опыт, безусловно, будет всеми очень внимательно изучаться, потому что это определенная ступень развития онкослужбы. В ближайшее время в онкологическом диспансере появится ядерный центр. Это позволит диагностировать рак на доклинической стадии, когда опухоль только зарождается. Это может спасти жизни многих людей. На эти цели в расходной части бюджета предусмотрено порядка 700 миллионов рублей. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. В научной библиотеке Чувашского государственного университета имени Ульянова сегодня тушили крупный пожар. Правда, условный. Там прошли учения. За действиями пожарной службы наблюдала Ольга Пырочкина. По легенде, на шестом этаже научной библиотеки Чувашского государственного университета из-за короткого замыкания загорелся один из стеллажей с книгами. Около 11 утра до сессии меньше месяца в библиотеке много студентов. После эвакуации обнаруживается 5 человек, не покинули здание и не выходят на связь. Спасти их и справиться с огнем, который мгновенно распространяется из-за легковоспламеняемых книг. Такая задача стоит перед пожарными расчетами. Они прибывают на место через несколько минут после сигнала. 144 людей эвакуировано, пятеро, неизвестно. Ведем поиск, как поняли. К моменту подъема пожарного рукава задымление доходит уже до третьего этажа. Пожарные прочесывают каждый угол в залах на этаже, откуда начал распространяться огонь. И вот первый пострадавший. На случай, если огонь перекинется на лестницу и отрежет выход на улицу, за окном дежурит специальный подъемник. Впрочем, сегодня все обошлось. Уже к 11.40 штаб пожаротушения сообщает – все спасены. Эвакуировано пять человек. На тушении работают два ствола. Три ствола на защиту, локализация. Данное здание выбрано, потому что самое высокое здание из всех корпусов ЧГУ. Здесь, как мы видим, девять этажей. И загруженность этого здания – это библиотеки, книгохранилища. То есть при реальном пожаре здесь будет очень сложная обстановка с развитием, с задымлением и с количеством пострадавших. Общая оценка проведенным учениям поставили удовлетворительно. Лечесостав показал свои знания, умения на практике. То есть мы готовы справиться с таким загоранием. Не вперед, не назад. В Цивильске мальчик хотел поиграть на только что отремонтированной детской площадке, но застрял в грязи. Только спустя 20 минут отец вытащил ребенка. Наша съемочная группа разбиралась в ситуации. Решил покататься с новой горки, но попал в грязевую ловушку. На полпути ноги мальчика вдруг оказались в грязной жиже, непонятной из чего состоявшей. Так он простоял около получаса, пока на помощь не пришел его отец. Произошедшее сняли на видео активисты Общероссийского народного фронта, которые в это же время, случайно или нет, проверяли исполнение федеральной программы формирования комфортной городской среды. На кадрах видно, как отец вытаскивает ребенка из грязи. Я находился в квартире, на домофон мне позвонили и спросили вы, отец Марка Федотова, я говорю, да, говорю. И сказали, что сын застрял в грязи. Ну, я как-то успокоился, спокойно вышел. Ну, это мелочь, это не что-то такое зря довольно уходящее. На этом месте стояли люди, человек 7-8. И здесь был мой ребенок, находился, я начал его извлекать из грязи. Ну, они чуть ли, ну, смотрели, просто оказывается снимали, я потом только об этом узнал. Это легко можно было им самим тоже, говорится, его извлечь из обуви и все остальное сделать. Современную детскую площадку жители улицы Никитина ждали долго. А вот порадоваться толком не успели. Глава администрации Цивильского района Андрей Павлов, конечно, странно ожидать было в ноябре теплую и сухую погоду для сдачи объекта. Но акт приемки он все же подписал и уверяет, что к весне газон обязательно засеют, а пока засыплют игровую зону песком. Сегодня по данному проекту работа, она завершена, поэтому, ну, погодные условия, именно погодные условия повлияли и вот так вот получилось сегодня. И тот ребенок, я думаю, все-таки использовать детей в качестве, ну, я бы не хотелось бы, чтобы вот на этом баллы зарабатывали. А к ОНФ я отношусь с уважением и некоторые замечания, которые они действительно, они есть, мы их, конечно же, исправим. Благоустройство двора выполняла фирма СК «Алсерстрой». На ремонт детской площадки было выделено 6,5 миллионов рублей. Подрядчик установил детское и спортивное оборудование, обустроил проезды, тротуары, дорожки и площадки. Все шло по плану, пока не занялись укладкой газона, озеленением. Мы привезли, скажем так, улучшенный грунт, чернозем с торофом. Ну вот, после того, как мы его, как бы, скажем так, раскинули, как раз 3-4 дня пошли подряд дожди, понятно, земля раскисла. Сейчас бы, как бы, нам написали предписание, мы будем, наверное, сейчас вот это мокрое убирать, пока подморозит. И заново будем, наверное, как бы, заказчику пойдем на встречу и устраним данный недостаток. Теперь снимем обратно грунт, заново застелим. К тому же, на время проведения работ строители забыли огородить территорию и установить предупреждающую табличку. В данный момент, конечно, является негативом. Сделано у нас на 99% больше и положительного, и очень хорошо отзываются жители о том, что такой партийный проект существует. Но, к сожалению, вот такая небольшая ошибка, она немножко не скрасила, вернее, не украсила работу нашу. Поправим, исправим, и на будущее будем учитывать это. Рифат Ваткулин, Расиль Мухаммедов, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь, а впереди еще полезная информация. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Как определиться с выбором профессии? Этот вопрос особенно остро волнует сейчас старшеклассников и их родителей. Специалисты столичного отдела профориентации Центра занятости населения решили упростить задачу. В рамках проведения республиканской акции волонтеров-профориентаторов «Твой выбор профессии» они организуют экскурсии для школьников на ведущие предприятия Чуваши. Благодаря данной акции у ребят есть прекрасная возможность побывать в цехах, посмотреть производство своими глазами, а также услышать рассказы о профессиях от тех людей, которые непосредственно погружены в рабочий процесс. В этот раз учеников девятого класса Чебоксарской первой гимназии пригласили в научно-производственное объединение «Каскад». Ребята учатся в инженерно-техническом классе. Поэтому на предприятии, где выпускают электротехнические соединители, они чувствуют себя уверенно. Мне сами, наверное, пробовали на уроках технологии взять какую-нибудь железку, напильником сточить, она обрабатывается. Здесь тоже самое. Взяли твердую железку, которую ничем не возьмешь, и прожгли ее со скоростью 3 сантиметра в минуту. Представляете? Ребята посмотрели, как работают производственные и сборочные цеха. НПО «Каскад» – весьма современное предприятие. Здесь используются новые автоматизированные технологии сборки. Я пришел на этот завод, потому что мне это интересно. Я в будущем хочу связать свою жизнь с этой деятельностью. И, в принципе, я бы вам сказать, я хочу работать именно здесь. Во время экскурсии сотрудники завода рассказали о том, как сложился их трудовой путь. Многие пришли работать на предприятии рядовыми специалистами. Хорошо показали себя и поднялись вверх по карьерной лестнице. Я сначала пришла специалистом по маркетингу, избыту. А постепенно, вот с годами я росла, росла. И уже в 27 лет я стала начальником отдела маркетинга на таком крупном предприятии. Ну а девушки уверены – инженер – это не только мужская профессия. В будущем я хочу стать инженером. Мне нравится эта профессия, потому что она сейчас самая перспективная. Мне понравилось то, что один человек может работать сразу на четырех станках. И это очень выгодно и удобно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова